Есть то, что мы унаследовали из нашего прошлого, и мы ничего не можем с этим сделать. Это цвет кожи, национальность, принадлежность к какой-то этнической группе. Есть что-то, что мы не можем изменить, но можем приспособиться к этому, например, какие-то изъяны, недостатки физические, возможно, и так далее. Но есть то, что мы не просто можем, но должны изменять. Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о наделении идентичностью. Мы с вами должны решать, с какой культурой или каким мировоззрением мы будем ассоциировать с самих себя. Будем ли мы следовать ценностям наших родителей или нет? Можем ли мы быть последователями той культурной среды, в которой выросли и наши родители, и мы сами? Мы определяем это. Для многих, правда, родителей это является достаточно серьезной проблемой, потому что им хочется, чтобы дети жили абсолютно так же, как живут они. Но к великому разочарованию, я хочу вас, друзья, разочаровать, этого никогда не будет. Ваши дети будут жить иначе. И они решают, что из нашего наследия применить, от чего отказаться, а что-то, может быть, трансформировать. Мы решаем, как мы используем наш прошлый опыт. Мы решаем, какую часть истории своего народа, своей семьи мы примем как часть идентичности, от чего мы откажемся. Не прошлое принимает или отвергает нас. Мы принимаем или отвергаем наше прошлое. Мы определяем, что из нашего прошлого мы целиком и полностью примем, это станет частью нашей идентичности, что мы модернизируем, изменим, подкорректируем, а что мы в обязательном порядке должны выбросить, потому что это что-то неправильное. История моей семьи – это достаточно запутанное повествование. Начиная с того, что в моей крови намешано несколько национальностей, несколько народов. Это китайцы, это евреи, это немцы, украинцы. И, возможно, где-то даже намешана польская кровь. Моим детям приходится еще хуже, потому что к этому набору прибавляется еще как минимум белорусская и русская кровь. С ценностной идентичностью все намного сложнее, и я бы даже сказал труднее. Я вырос в идеологии коммунистической. Ценности, которые исповедовали, жили по ним мои родители, было коммунистическим. И, по сути, наверное, я в какой-то мере впитывал это мировоззрение. Однако наступило время, когда мне пришлось выбирать между светским, коммунистическим, советским совковым мировоззрением и христианским, религиозным, теистическим. И я выбрал в пользу Божьего, библейского пути. И на сегодняшний день я идентифицирую себя как человек религиозный, верующий и последователь Иисуса Христа. Очень важно нам научить наших детей отвергать наследие старой коммунистической совковой, как мы ее называем, системы взаимоотношений, вообще системы жизни, идеологии и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны научить наших детей выбирать христианский путь, стать на путь религиозного христианского мировоззрения, в центре которого является Бог. Мы должны помочь нашим детям ориентироваться на Слово Божие, а не на слова различных политиков, людей, которые манипулируют словами, для достижения каких-то своих собственных меркантильных целей или предпочтений. Наша задача помочь детям разобраться с тем прошлым, которое было нашим, и сегодня мы, по большому счету, являемся их прошлым. Разобраться с тем, чтобы мы сами не были наследниками коммунистической системы, сами не представляли из себя такой банальный совок. И помочь детям отвергнуть это навсегда. Как вы считаете, должны ли мы фильтровать наше прошлое? Должны ли мы к нему относиться критически или принимать полностью и безоговорочно?